Ольга Громыко Совещание в Учительской тянулось уже третий час и надоело как его участникам, так и ожидающему под дверью народу, королевскому гонцу с каким-то не шибко срочным, но важным донесением, Алмиту, забывшему в Учительской пачку непроверенных свитков с контрольными, но стесняющемуся прерывать начальство, и троим адептам, пришедшему ниже намолить о пересдаче коллоквиума. Последние страдали от вынужденного безделия меньше всего, вместо повторения материала, играя в карты, на единственный на троих конспект лекций и тот чужой. Собственно, совещающиеся допивали третий графин воды и доедали второй поднос пирожных, но к единому мнению так и не пришли. Лио Торель, эльфийский правитель Ясеневого Града, соглашался пустить к себе на практику две группы адептов-травников при условии, что те не будут разводить в граде костров, воровать картошку и выцарапывать на вековых соснах неприличные слова, чего Ксандр, директор школы чародеев, гарантировать никак не мог. Разве что обратное. Аррактур, повелитель Дагевы и Ролар, орлицкий советник, мялись и ломались, как девицы на выданье, признавая необходимость более тесных междурасовых контактов, но не желая отдавать долины на поругание дикой орде адептов-теоретиков. Вал как раз охотно соглашался курировать группу практиков, но тут уже Ксандр требовал от него расписки, что столько, сколько с троллем адептов на тракту идет, столько и вернется, причем научившихся не только пить, бегать по бабам и виртуозно ругаться. К тому же с некоторых пор собеседников то и дело отвлекали какие-то странные вопли, наносившиеся из коридора. «Вал, ты ближе всех сидишь, будь добр, глянь, что там происходит!» — в конце концов не выдержал Ксандр. «И надо Забуча позвать, пусть разберется с этими крикунами!» Тролль заткнул горлышко фляги, который прикладывался куда чаще, чем к стакану с водой, в развалочку подошел к двери и, не скупясь, распахнул ее вовсю шире. Звать никого не пришлось. На пороге стояла Завуч, она же магистр боевой магии Катисса Лапская. «Я уже здесь, мои зайчики!» — игриво объявила она, поочередно дрыгнув ногами, так что ее сапожки на высоких каблуках боевыми пульсарами разлетелись в стороны. Один отправил в нокаут групповой портрет отцов-основателей школы, второй повис на потолочном светильнике. «И сейчас мы с вами будем скакать и резвиться!» — упоенно добавила Катисса, после чего сорвала с себя длинную черную юбку и игриво бросила ее к Сандру в лицо. Пока Архимаг ошалелый из оной выпутывался, остальные в ужасе созерцали Катиссены стринги омерзительного оранжевого цвета в фиолетовый горошек. «Госпожа Лапская, потрудитесь объясниться!» — возопил был Архимаг, но тут же подавился уже Катиссиной блузкой. Остальные одной рукой придерживали отпадающие челюсти, а второй — вылезающие глаза. Катисса всегда покупала нижнее белье комплектами, однако сегодня либо и перепутала, либо так оно и было задумано, и к ее груди лепились на тонких шнурках два мухомора, учитывая размер шляпок корей мухоморчиков. А между ними переливалась серебром друидская татуировка, изображавшая лысого качка с добрыми-предобрыми глазами. «Никра себе!» — выдохнул Вал. «А дальше слабо!» Катисса игриво подмигнула и сорвала парик. «Мама!» — сказал тролль и захлопнул дверь, на которую тут же налегли вампиры, и Оксандр начал торопливо чаровать. Лео Торельс, присущий эльфам надменностью, взирал на возведение баррикады со стороны, нервно пощипывая последнее лежащее на блюде пирожное. «Выходите, шалунишки!» — томно взвизгнула Катисса. Из-под двери плеснуло синим светом, а от косяка по стенам с хрустом пошли трещины. «Имрюк!» — прокомментировал Вал. Катисса демонически расхохоталась. В щель под дверью проскользнули пятнистые стринги, и как живые начали карабкаться по роллоровой штанине. «Вампир с воплем их сорвал и затоптал ногами!» «А давайте к ней выйдет кто-нибудь один ради спасения остальных!» — робко предложил Арактур. «Вот ты, выходи!» — хором согласились остальные. «Да вы чего, охрел повелитель! Меня дома жена убьет!» «Мальчики, тук-тук!» — настаивала чародейка. «Неужели вы не хотите посмотреть на стройную и красивую меня?» «А то и без посмотреть!» «Какую вечеринку мы с вами устроим!» «А если не выйдешь, Катисса убьет тебя прямо сейчас!» — резонно возразил Лор. «Не бойся, иди! О Вольхе мы ничего не скажем!» «Ага, снови я твои ничего!» «Так начнешь хихикать и подмигивать, что жена вообразит, будто никакой Катисса не было, а я тут с...» Арактур выразительно посмотрел на Оксандра, и тот, побледнев, понял, что сошедшая с ума коллега — не худший вариант. Лио Торель, напротив, порозовел, откашлялся и, глядя в пол и немножко на Роллора, предложил. «А давайте мы и скажем, что у нас здесь и так вечеринка, но только для мальчиков!» На этот раз побледнел Роллер. «Вы не знаете мою Катиссу!» — уныло сказал Архимаг, латая шатающиеся двери очередным загляданием. «Эта законченная феминистка немедленно потребует, чтобы ее уравняли с нами в правах!» «Вал, а давай мы тебя того!» «Чего?» Вал затравленно попятился к окну, нащупывая рукоять меча. «Наймем в смысле!» — торопливо уточнил Цандр. «Сколько?» — заинтересовался Тролля, пуская руку. Люди, вампиры и эльф порылись по карманам и выложили на стол семь кладней, пять кипок и двадцать менок. Вал презрительно сморщил нос. «Вы чего, за последнего мгмыра меня держите?» «Хотя...» «Слышу пырь!» «Извели на свою единственную дашь?» «Да за золотой обруч с изумрудом я сам к ней выйду!» — опрометчиво возмутился Арактур. «Иди!» — радостно подхватили остальные. «Давайте, обруч!» — согласился повелитель, окидывая коллег по несчастью злорадно торжествующим взглядом. Роллер послушал, как страстно рычит под дверь Катисса и с обрегченным вздохом вытащил из-за пазухи точно такую же золотую дугу. «Вот!» «Это запасной леренин. Я его на всякий случай всегда с собой ношу, типа полномочный представитель долины». «Катисса! Ты же не любишь блондинов, правда?» — с надеждой поинтересовался Арактур. «Правда!» — донеслось из-за двери. Но не успел повелитель сделать торжествующий знак рукой, как Катисса добавила. «Зато обожаю лысых, а их можно сделать из кого угодно!» «Лучше смерть!» — твердо сказал повелитель, обеими руками хватаясь за свою роскошную льняную шевелюру, словно опасаясь, что она сейчас осыплется на пол. Ксандр поспешно сотворил защитные заклинания на всякий случай и на волосы, и на бороду. «А давайте прикинемся мертвыми!» — подхватил идею Лео Торель. «У нее степень магистра по некромантии!» — предупредил Архимаг. «Ну не по некрофилии же!» «Кто знает!» — многозначительно сказал Ксандр. «Я с ней на кладбище не ходил». «Предлагаю удрать через окно!» — объявил Роллер, распахивая ставни и прикидывая, что мягче — клумба с розами или грядка с помидорами, подвязанными к осиновым колышкам. «Возле школьных стен левитация не действует!» — печально сказал директор. «Это чтобы адепты во время экзаменов не подсказывали друг другу, подлетая к окнам с развернутыми конспектами». «А занавески на что?» Объекты Катиссиного вожделения переглянулись, досадуя, что эта светлая идея не пришла им в головы раньше. Через 10 минут во дворе школы был полный аншлаг. Если вампиры довольно быстро справились с задачей, а тролль вообще так профессионально соскользнул вниз, словно регулярно занимался подобными упражнениями, то разбивающий бороду Эксандр с заткнутыми за пояс полами учительской мантии удостоился грома аплодисментов от коллег и нынешних выпускников и восторженного визга у люлюка не от младших курсов. Практикантка с кафедры травников спешно побежала за валерьянкой отпаивать икающего дракона. Впрочем, стоило учителю очутиться на земле и обвести сборище мудрыми, грозными очами, как все его подопечные мигом вспомнили о своих преподавательско-ученических обязанностях, и спуск Лео Тореля проходил в гордом одиночестве. В сажении от земли, не предназначенная для гимнастических упражнений занавеска, оборвалась, и эльф полетел в розы, навсегда переставшие быть его любимыми цветами. «Все, я пошел отсюда!» — простонал несчастный на карачках, выползая на ведущую к воротам дорожку. «И поскорее!» — поддержали его вампиры, как в моральном плане, так и под ломти. «Надо стражу в антарных, магинепробиваемых доспехах свать!» — озабочено, в смысле с тревогой сказал Ксандр, идя следом за ними. «Иначе нам с ней не сладить!» Вал со смешанным выражением оглянулся на распахнутое окно, но благоразумие все-таки победило. По пути к воротам беглецы столкнулись с только что вылезшим из подвальной алкемической лаборатории магистром Верагором с кафедры Травников. «Ксандр, вы Катиссу не видели?» «А то у нас с ней завязался увлекательный диспут. Способны ли маги противостоять действию афродизиака с помощью заклинаний?» «И она наспор выпила целый пузырек!» «Но затем она отправилась на лекцию, и мы так и не смогли прояснить этот вопрос до конца!» Компания переглянулась и хором сообщила. «Она давно ожидает вас в учительской!» Верагор, удивленно на них покосившись, пожал плечами и пошел к школьной двери. «А знаете что?» «Ксандр неожиданно стопорнул собеседников. «Давайте не будем спешить!» «Афродизиак искатился через полчасика и сам на ветритце, зато и она, и мой уважаемый коллега навсегда зарекутся от подобных экспериментов в рабочее время!» Роллару кратко и толкнул Паррактура в бок и прошептал. «А стринги у нее ничего были!» «Ого!» Со смешком поддакнул повелитель. «Надо вольхи такие же купить! Но адептов я в Дагеву теперь тем более не пущу! Есть ли у них в школе даже преподаватели такие?» Советник согласно промолчал. Редактор субтитров А.Семкин